К вопросу Ирины в отношении подписи, подписывания решения судьей. Ирина сказала, что просто, и вот вы, Виктор Владимирович, сказали, что просто напечатано слово «подпись». Я такие решения не видела. Обычно это на копиях они такие выдают. Но в материалах дела стоит просто закорючка судьи. Это тоже считается, относится к подписанному решению судьей? Вы вправе, граждане страны, вправе требовать признания любых закорючек под документами. Подписание, вернее, проставление надписи бессодержательной, не подписью. И требовать признать этот документ ничтожным в связи с ненадлежащим его оформлением. Оформление – это внесение тех или иных реквизитов. Так вот, подпись – это особый реквизит. Реквизит, в котором должна быть написана собственноручно, написанная автором документа. Фамилия. Все. Это национальный обычай. Вот эту срач, извините, которую развели в нас в стране, многочисленные юрастишки, которые собрались в органах судебной власти, им очень нравится закорючки свои ставить. И они надувают щеки. А их надо на землю возвращать. На землю. Не нравится подписывать документы? На выход. Почаще надо говорить. Встала и на выход. Почему я подписываю? Я иду представителем. Вот я вам сразу скажу, что один раз участвовал в судебном заседании. Мне через два часа выезжать в судебное заседание, а мне принесли на подпись свыше 800 страниц. И каждую страницу я подписывал своей фамилией. Не сломался. Вы представляете? Не сломался. Подписывал. Благодарю. Успехов. Еще раз. Не важно, что делают они. Важно, как мы себя ведем по отношению к ним. Вот этой погани. Ленивой, покостливой. Неумехом, невежным, неучим. Мы должны жестко себя поставить по отношению к ним. Мы. И спрашивать с них. Взяли, получили приказ, под которым стоит закорючка. Заявление о разъяснении. На имя мирового судьи мне не ясно, кто проставил эту закорючку. И почему вы действуете в обход правил установленных пунктом 1 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требую дать разъяснение. Все. Еще вопросы.